В обстановке, я бы сказал, взаимной дружбы, потому что у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплуатации, и некому, собственно, давить, давить на народ. Продолжение следует... ...на настоящей конференции, я задумался над темой и вспомнил из своей практики, я по специальности биолог, о том, что был такой проект, как сталинский план преобразования природы. В деталях я с ним не ознакомливался до этого момента и решил разобраться, что это за проект, что за план и как он, собственно, природу предполагал преобразовать. Началось все с 1946 года, когда ввиду очень неблагоприятных климатических условий сначала была очень холодная затяжная весна, а потом последовало очень засушливое лето. ...был крайне неурожайный год, то есть урожай упал в некоторых областях на 45-50 процентов, то есть это был очень серьезный удар, он нарушал, в свою очередь, четвертый-пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР. Вот, с 1946 по 1950 год. В связи с этим, 20 октября 1948 года Совет Министров СССР принял постановление за номером 3960, которое полностью звучит так, называется так. ...по плане полизащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР. Ну, кратко, все это называли как «Сталинский план преобразования природы». Надо сказать, что этот план внедрялся не на пустом месте. Предварительно проводилась большая научно-исследовательская работа, были опытные посевы, агро-лесомеративные мероприятия. И вот показала практика, что засушливый 1946 год на тех территориях, где вот эти мероприятия проводились, урожайность была в 3-4 раза выше, чем в соседних колхозах. И на практике также внедрение вот этих лесосеменных полос повышало, например, в колхозе имени Сталина, где эта система внедрялась с 30-х годов, на 23% урожайность была выше. Соответственно, под руководством Сталина правительство решило, что нужно эту систему расширять и, по возможности, охватить большую часть территории лесостепной и степной зоны. Конкретно план включал себя, был рассчитан, во-первых, на 15 лет, с 50-го по 65-й год и включал себя 6 направлений. Первое – это посадка защитных лесных полос вдоль рек, то есть это защита от атмосферных воздушных масс, перемещений, которые образовывали пыльные бури, обедняли плодородные слои почвы, предполагалось создать 5,7 миллионов гектар таких насаждений. Но для сравнения, площадь Московской области 4,6 миллионов гектар, то есть это больше, чем площадь в целом Московской области, Ленинградской области 8,5 миллионов гектар, ну чуть поменьше. Ну, я таких деталей не уточнял, но я сейчас посчитал из настоящих данных. То есть это нынешняя территория, да. Чтобы представить. Да. Второй пункт – это введение травопольного севооборота. То есть это восстановительное мероприятие, когда после некоторого периода эксплуатации на полях на 2-3 года высаживалась смесь бобовых, люцерна в основном и злаковых культур. Ну, то есть почва, так скажем, отдыхала. Третий пункт – это оптимизация почвенной обработки, конкретно это послеуборочная обработка территории, почв, спашка перед зимой. Четвертое – оптимизация применения органических и минеральных удобрений. Пятое – это использование наиболее продуктивных и наиболее приспособленных к степным и лесостепным условиям культур. И шестое – это развитие растительной системы путем строительства прудов и водоемов различных. Их планируется построить 44 тысячи водоемов. Выполнение плана происходило довольно успешно. За первые три года, есть данные, что план перевыполнялся, вот за первые три года, несмотря на то, что он был рассчитан на 15 лет, было создано 68% крупной полосы Воронеж-Ростов, например. Ну, как создано, там деревья, естественно, не выросли, но была подготовлена посева, были высажены саженцы и обеспечен уход за их дальнейшим ростом. Ну, вот Воронеж-Ростов на 51% было выполнено устройство этих полос. Там, где система уже дала результат, наблюдалось повышение урожайности на 5-8 сантиметров с гектара по сравнению с полями в открытой степи. К сожалению, ситуация изменилась со смертью Сталина, когда к власти пришел Крещев. Он стал все крупномасштабные проекты сталинские прикрывать. И, соответственно, это коснулось и плана преобразования природы. Были вообще законсервированы все работы по дальнейшему расширению лесозащитных полос, ликвидированы лесозащитные станции, которые обслуживали и обеспечивали дальнейший рост растений, вернее, деревостоя, уход и так далее. Вырублена часть полос, водоемы заброшены, большинство, вот эти растительные пруды. То есть Хрущев не пожелал, несмотря на положительные результаты, наследовать от Сталина вот эту систему. Прикрытием этой деятельности обеспечивались дополнительные денежные средства, которые были выделены. И в целях дальнейшего увеличения урожая, именно урожая, а не урожайности, а объема зерновых культур, в 1954 году было принято постановление о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель. Планировалось освоить 13 миллионов гектаров, но в порыве энтузиазма освоили 33 миллиона, то есть практически в три раза больше. Конечно, на первых этапах это дало положительный результат, урожайность повысилась значительно, и вот на период с 60-го года 47% всего зерна в стране поступало именно с целинных земель. Но так как это было непросчитанное, необдуманное, научно необоснованное решение, деятельность, соответственно, обернулось это все экологической катастрофой. То есть перевернуты вот эти огромные территории земли, которые ранее укреплялись тройнисто-кустарниковым покрытием, были перепаханы, появились сильнейшие пыльные бури, то есть суховеи развивали, разбрасывали поверхностные слои почвы. Это привело к резкому упадку урожая, и в результате обернулось тем, что стали исчезать хлеб, мука, сахар, ну, соответственно, уже сахарная свекла потеряла в урожайности, и пришлось потратить золотой запас на закупку вот этих необходимых продовольственных вещей за границей. Но в 67-м году уже при правительстве Брежнева была понята вот эта ошибка хрущевского направления, было постановление принято о неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии. И какое-то время благоприятно это сказывалось на сельском хозяйстве, но в 85-м году тоже в период пересуройки эта деятельность была прекращена. И в итоге в 2006-м году территории были переданы от Министерства сельского хозяйства в лесной фонд, переведены в категорию особо защитных участков леса под категорию «Ценные леса». Их сократилась, площадь сократилась на 35% по сравнению с 75-м годом, когда пик был достигнут по площади. Ну и можно сказать, что в настоящее время они функционируют, конечно, охраняются. Этот опыт перенимается многими странами. Система вот этих экологических, так называемых экологических каркасов или конетов, она развивается и в странах Западной Европы, и даже в Африке. Но суть ее в том, что там во время проведения вырубок оставляются вот эти полоски леса для того, чтобы не происходило разрушение дальнейшее ветровыми эрозиями и так далее. То есть сохраняется биологическое разнообразие территории. Суть Сайлинского проекта была в том, что на непокрытой лесом территории производились лесопосадки, то есть биологическое биоразнообразие увеличилось. Ну вот пример того, что при капитализме мы такого позволить себе не можем, таких проектов, а послевоенные годы тяжелые, такими высокими темпами все эти проекты могли осуществляться. Спасибо за внимание. Умение выбрать среди ученых тех, кто действительно реально может это сделать? Да, конечно, это пиралы-леси работают на докучаевские исследования, конкретно на исследования наших корифеев лесоведения. Ну да, Лысенко тоже привнес свой вклад в это. Ну вот тут немножко спорные моменты по его методу квадратных посевов, которые потом дали отрицательный результат и так далее. Травопольный севооборот был такой ученый, Вильямс, который вел эту систему. Конкретно вот именно посельского нефтенопереда. Спасибо. 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 Спасибо.